Проблему дольщиков обещают решить к 2023 году. К этому времени должны достроить квадратные метры, которых с нетерпением уже не один год ждут дольщики. Достройкой домов проблемных застройщиков занимаются новые компании. Так, в микрорайоне Волжские кварталы уже сданы два дома – 44-й и 45-й. Продолжается строительство 11 домов в Засвияжье и 5 домов в Заволжье. В микрорайоне Юго-Запад достраивают дом под номером 35. Идут монтаж котельной, внутренние работы, облагораживание мест общего пользования. Сдать обещают до 1 ноября 2022 года. Ведутся работы по достройке трехэтажных домов. Это дом номер 47, 48. Здесь также компания работает в магазин новостроек. И первый дом номер 47 должен ввестись в эксплуатацию в середине ноября. Значит, дом номер 48, тоже трехэтажный, должен быть достроен до конца года и введен в эксплуатацию в первом квартале 2023 года. Также в Юго-Западе достраивают три трехэтажных дома и две девятиэтажки. Их доделают до конца следующего года. Внимание властей приковано и к строительству футбольного манежа на Шомова. Он должен открыться уже в следующем году. Но пока дата введения в эксплуатацию весьма расплывчато. Подрядчик отстает по срокам. Работы выполнены на 22%. Основные работы, которые ведутся, это монолит, кирпичная кладка, наружные сети. Вышли на монолит основных колонн, то есть самые трудоемкие, самые большие. Докупили опалубки. И с понедельника уже бригада у нас, отдельное звено у нас выходит туда. Манеж планируется двухуровневый, с полноразмерным футбольным полем и трибунами на 500 мест. В Минстрое отметили, необходимо привлечь большее количество человек. Сейчас на объекте работают около 60 строителей. Если в течение 10 дней он не расписывает, сколько людей, на какие процессы будет заняты, две смены-то будет, три смены, мы будем всегда под угрозой срыва. И надо будет принимать решение по этому подрядчику. Значит, график и меняйте, что вас не удовлетворяет там. Будем проверять и наказывать. 900 тысяч выставили, еще выставим. Но других у нас уже инструментов просто не остается. Также из-за нехватки людей по графику просили и в Димитровграде. Школа на 1100 мест, объект сложный, только площадь строительства 22 тысячи квадратных метров. Того, что многие рабочие болели коронавирусом, стройка велась медленно. Отставание на данный момент 90 дней. Нагоняем все это, введем монолит, кирпичную укладку, коммуникации сети провели, металлический каркас возводим. То есть работа ведется в полном темпе. Подрядчику в течение 10 дней также поручили увеличить количество рабочих и тем самым нарастить темпы строительства. Анна Тищенко, Улправда ТВ.